ребят привет эфирчик в поддержку последнего поста я бы его назвала миллион алых роз давайте присоединяйтесь там у нас такая веселая полемика идет в комментариях под постом причиной последнего поста и вообще этой темы сейчас она я смотрю такая актуальная в целом в сети про миллион миллион видео про миллион пять миллионов десять миллионов сто миллионов и так далее поэтому почему бы не поговорить на эту же тему к тому же мне есть что он на нее сказать и вопрос ну и как бы расскажу небольшую предысторию для тех кто еще не читал последний пост если нет можете пойти почитать босс лишь навеян то есть это не то что мы обсуждаем какое-то конкретное сообщение конкретны ученицы с каких претензиями в ни в коем образе нет то есть я взяла это как если уже несколько человек сказала значит тем больная поэтому я ее и приняла актуальненькая больная и так далее и тема это называется о том как же заработать миллион и что для этого надо делать и вопрос был в том что мне как бы смысл сообщения заключался в том что оля ты же заработала миллион когда-то уже школа была а миллион рисуй скетч это не заработать ну вообще никак вот если даже он стоит 7000 рублей ты нарисуешь 30 эскизов в месяц ты заработаешь 210 тысяч рублей на миллион никак начнем с того что разговаривать про миллион там я несколько нескольким человеком уже так отвечала разговаривать про миллион стоит тогда когда у тебя уже есть в месяц 500 тысяч и ты хочешь расти дальше до хочет миллион когда у тебя в месяц нет 500 тысяч про 500 тысяч в месяц стоит разговаривать если у тебя сейчас есть 200 или 300 То есть, ну, поднимать реально можно какую-то планку, ставить какие-то новые цели, ну, примерно в пару раз. Когда я работала в ювелирном отделе, перед тем, как уйти в декрет, это было последнее мое место работы, я зарабатывала 35 тысяч в месяц, о миллионе никто не мечтал. Я мечтала, как моя начальница, зарабатывать 150. Это и то был большой такой для меня шаг, что я аж помечтала про 150, но это было в связи с тем, что я зарабатывала не 30 тысяч, а 30 тысяч я зарабатывала, как бы, сидя, просиживая жопу в интерьерном отделе, и еще 1060-1070 вместе я зарабатывала и рисую эскизы. На минуточку, это некая заоблачная сумма, такую сумму мне платил практически каждый дипломник, коих в некоторые месяцы в году было сразу по 10 штук. То есть, реально можно было в месяц заработать и 300, и 400, но не каждый месяц. То есть, тут я, конечно, говорю вам откровенно. На стандарте, как бы, если просто на дизайнерах, которые заказывают у тебя все время какие-то проекты, это 150, вообще вообще не вопрос. При стоимости эскиза, там, в 5000 рублей, это 30 эскизов, при стоимости в 6000, это еще меньше. То есть, по сути, если 22 рабочих дня в месяц, то 150 тысяч заработать легко рисует, там, по полтора эскиза в день. Как правило, любой проект, любой заказ, это, ну, 5-7 эскизов, это средничок. Так что, безусловно, в месяц, совершенно спокойно, можно зарабатывать 150 тысяч без вопросов. Про миллион в месяц, который, да, все говорят сейчас, особенно, опять-таки, да, если говорить, у меня это в конкретном посте, то про миллион в месяц я вам расскажу, как заработать миллион в месяц, когда вы придете, скажете, я зарабатываю на эскизах 150. Оля, скажи, как заработать 500. Когда вы придете, скажете, я зарабатываю 500, скажи, как заработать миллион. Потому что говорить про миллион, когда сейчас ты только рассуждаешь, а стоит ли идти в скетчинг, ну, не имеет никакого смысла. Значит, как я вам уже сказала, да, чтобы начать разговоры про то, как заработать 500, вы зарабатываете 200, задаетесь вопросом, как заработать 500. Вы зарабатываете 100 или 80, вы задаетесь вопросом, как заработать 200. Если вы зарабатываете сейчас 30, вы можете задаться вопросом, как заработать 100. Если вы сейчас зарабатываете 0, либо 10 тысяч рублей, условно, вы не можете сейчас говорить про миллион. Начнем с того, что элементарно он для 90% людей кажется, что это вообще нереально и недостижимо. Соответственно, пока вы не допустите то, что это реально, то есть я не допускала, что это реально. Я допускала, что реально я могу заработать 150, когда я зарабатывала 30. Я не могла, мое узкое сознание просто на тот момент не могло даже представить, что можно заработать миллион. Все начинается с того, что мы не можем что-либо допустить в свою жизнь, соответственно, оно и не может в нашу жизнь никаким образом прийти. Когда уже появилось 150, естественно, ты начал даже не то, что думать. То есть любой человек в целом, если он не работает на работе, где у него 2 раза в месяц оклад. Да, я тоже смотрела Нилову, я вчера смотрела про Белому с Чукреевой, которые также разговаривали про 5-10 миллионов в месяц, когда люди приходят и задают вопрос, не зарабатывай и 50 тысяч, о том, как заработать 5 миллионов. Ну, как бы, я говорю, сейчас эта тема актуальна, она вытекает не из Ниловой, она вытекает, в принципе, Нилова всегда про это. Плюс, да, как бы, и сейчас она пишет, почитайте ее историю, да, из книжки, не знаю, реально ли она сможет так ее назвать. Ну, она пишет свою историю, как она пришла к своим миллионам. В ее случае баксов я еще до миллиона баксов не дошла, да и до обязательно расскажу, поделюсь, каким образом это произойдет. Но сейчас, как бы, зарабатывая столько, сколько я вместе зарабатываю, я понимаю, что, ну, мне нужно подняться, условно говоря, в 3 раза, и тогда в год я миллион баксов заработаю. Поэтому я решаю задачи, то есть я решаю задачи по мере их поступления. Когда не было миллиона рублей, про миллион баксов Оля не мечтала. Сейчас Оля напрягается. Так, а что это надо сделать, чтобы этот миллион баксов заработать? Что я делаю? Что сижу, сопли на кулак, наматываю? Нет. Я уже 10 раз рассказывала. 31 декабря я оплатила личную консультацию того же парабеллума. Я ее уже получила. Я получила конкретные кейсы относительно моего бизнеса. Что мне делать, чтобы, как бы, увеличивать доходы, где у меня дырки, что я не доделываю. Мы с вами всегда для того, чтобы получить ответ на вопросы, на которые мы сами не можем их найти, если Оля не смогла полтора года найти ответ на вопрос, как сделать 5 миллионов в месяц, то Оля пошла к кому-то, кто знает, как это сделать, и взяла у него, там, курс обучения, консультацию и так далее. Потому что просто так, как бы, оно в моей голове родиться не может. Если в моей голове родиться не может, оно должно прийти откуда-то извне. Чтобы это пришло откуда-то извне, надо туда, как бы, росточек поместить. Просто так оно не будет. То есть ты будешь сидеть в вакууме и думать, а где же мой миллион? Начните с 50 тысяч. Давайте так, вот прям придет 10 человек, скажет, все, я 50 тысяч на скетчах в месяц зарабатываю, что мне делать дальше? В каждом конкретном случае это будет свое разное продвижение дальше. И каждый из вас уйдет в разные сферы. Никто не говорит, что вам непосредственно потом надо будет уходить в коучинг. Хотя очень многие из моих учеников дают оффлайн уроки. Даже не в России, да. То есть взять ту же Ольгу Адлер, которая у нас живет в Голландии. Она тоже организовала свою школу обучения. Обучает рисовать. Оффлайн проводят курсы. Очень много также и в Москве, и в Питере людей проводят курсы оффлайн. Я, как бы, по той же самой причине, что и Лилия Нилова, которая рассказывает об этом в своем эфире, чтобы по 150 раз людям не повторять одно и то же, просто записываю это в виде видео. И это могут посмотреть сотни человек или тысячи, да. Вместо того, что я буду повторять каждому человеку, как сделать, как нарисовать этот диван. Потому что все равно ты каждому можешь говорить одно и то же. Так или иначе. Поэтому это либо должно стоить очень дорого, что я буду сидеть, и меня не будет бесить, что я буду повторять одно и то же. Либо проще это делать на массовость. И от этого не теряется, как бы, ни качество, ничего. От этого не теряется, да. Если бы я понимала, что действительно от этого люди страдают, что от того, что они смотрят это в видео, а не от того, что я сижу рядом, что-то хуже. Нет, не хуже. Посему. Два дня назад был эфир на тему из точки А в точку Б. Кто его пропустил, смогут посмотреть в курсе бизнеса, когда я вернусь в Москву, его туда загружу. То есть этот эфир будет загружен туда, в сети его не будет. В этом эфире я как раз тоже рассказывала про вот эту вот достижимость и достигаемость того или иного этапа. И для того, чтобы прийти в некую точку Б, которую вы себе запланировали, условно, через год, нужно, во-первых, ее себе запланировать, то есть поставить целью все-таки поиметь этот миллион, разделить его на какие-то этапы, как я вам уже тоже сейчас озвучила, это 30, 50, 100, 200, 500, да, тысяч там и миллион. Это должно быть этапами. И пока вы не пройдете первый чекпоинт, тоже люблю приводить в пример игру ГТА, я ее очень любила, когда училась в школе. Соответственно, ты не можешь сразу перейти на финальное задание. Ты можешь читить, но все равно ты должен проходить одно, второе, третье, переходить в следующий уровень. Ты не можешь сразу перелететь и долететь до финального задания. Ты должен выполнить кучу других. Для чего нам дается куча других заданий? Для того, чтобы мы отработали машинально какие-то однотипные навыки, грубо говоря, запрыгивать на поезд, да, потому что в финальном задании ты должен будешь там в тройном тулупе на этот поезд запрыгнуть. Соответственно, тебе идут более простые задания за более долгое время, чтобы ты научился прокачивать скорость выполнения, чтобы ты научился прокачивать какие-то навыки. И, соответственно, на следующем этапе ты уже справляешься с более сложными поставленными задачами. Поэтому делите, ничего нового не говорю, но как бы я понимаю, что актуальная тема, так же, как и про то, что в шапке профиля вашего инстаграма должно быть написано ваше имя. Иначе это звучит так, эй, ты привет. Привет, ты кто? Да, и, пожалуйста, пишите все свое имя, потому что кому не зайду, сообщение в директ читаю, имен нет. Начните с малого. Какой миллион? У вас имя не написано в шапке профиля. Давайте начнем с ерунды, давайте начнем с того, что вы не умеете ползать, что вы лежите, как малыш на спине, не умеете переворачиваться, вам только надо подносить бутылочку. Какой миллион? Давайте по чуть-чуть. Любой человек, историю любого человека, почитайте там Порта, Форда, да, который начат этот автомобильный бизнес, прочитайте про всех этих прекрасных, великих людей, начиная там от Джобсов, всех вот, да, известных нам. Как они шли? На них что, сразу миллионы свалились? Они начали рассказывать, как они это сделали? Нет. Они все перебивались на воде и придумывали какую-то мелочь, чтобы заработать мелочь. Эту мелочь вкладывали дальше, развивались дальше. Абсолютно любой человек. Не было у него ничего просто, и он сразу не взлетел туда. Все проходили, и каждый рассказывает свою историю на самом конкретном примере. Вам хороший пример, ну, лично меня, относительно, допустим, той же Ниловой. Нилова, она на примере маркетинга все рассказывает. Я на примере художника рассказываю. Так как у меня здесь сидит много художников, так или иначе, плюс-минус, творческих людей, которые хотят научиться зарабатывать на творчестве, будь это даже в вязании. Потому что рецепт, он как бы один. Я рассказываю на своем примере. И, безусловно, это все тоже начиналось с 30 тысяч. И когда я начала продавать курсы, после того, как я перестала рисовать, ну, эскиз-то я еще два года рисовала, когда курсы продавал. То, что у меня первый курс через полгода продался, да? То есть никто не говорит, что вы тут сняли, и на вас тут свалилась куча заказчиков, которые хотят этот продукт. Нет, потому что я поняла, что просто, поимев продукт, ты не можешь начать на нем зарабатывать. Так же, как научившись рисовать скетч, ты не сможешь на этом научиться в день зарабатывать. Почему? Потому что научиться рисовать – это 20% успеха. Потому что так или иначе, это 100% нужно научиться заниматься предпринимательством. Сначала в маленьких масштабах, дальше масштабироваться. Для того, чтобы найти первого клиента, это все равно предпринимательство в малых масштабах. Предлагаю для ленивых, кто не хочет самоискать клиентов, нанять кого-то. Но я вот даже элементарно вчера сидела, вспоминала, как у меня была в институте одногруппница, моя подружка на тот момент, которая очень круто рисовала портреты. И я понимала, что один из прекрасных вариантов заработка – это стать ее импрессариумом, потому что я рисовать так не умею. Вообще не хочу, мне не нравится. Ей нравится, у нее два мазка, и все похоже. Круто. Можно просто стать человеком, который будет продвигать Сашу дальше и продавать ее портреты где-то. То есть можно было выбрать такой способ. И я бы тоже гораздо раньше, чем я их смогла заработать, заработала бы нормальные деньги на этом. Поэтому если вы не умеете рисовать, но у вас хорошо с предпринимательством, есть армия людей, которым вы нужны. И можно начинать с некоторых, да, опять-таки тот же парабелл он начинал не с тех масштабов, в которых он сейчас, и Нилова начинала с личной консультацией за 3000 рублей, о чем она рассказывала вот как раз там позавчера в своем вебинаре. То есть все начинали с мелочи. И хорошо, если вы сейчас эксперт реально, начните с мелочи. К вам придет первые 10 человек, потом придет следующий, вы будете поднимать цену и помогать художникам продвигаться, продавать. Так что я могу как бы каждому сказать, что делать, но меня на всех не хватит. Поэтому я стараюсь работать на масштабности и пока больше нести именно рисовальной информации. Хотя в эфирах больше именно информации о том, как на этом можно заработать. Потому что у меня в начальном шапке профиля написано, что я учу не только рисовать, но и учу на этом зарабатывать. Поэтому, опять, поэтому у меня слово паразит. Начинаем мы с малого. Научились рисовать, параллельно начинаем изучать, как это продавать. Без этого никак. От того, что вы будете художником от Бога, от того, что вы будете рисовать в 100 миллионов раз круче, чем все другие ваши соратники в Инстаграме, от этого заказы не появятся. Заказы появятся, когда вы начнете что-то делать. Я, допустим, сегодня рыла статистику по русскоязычному Инстаграму, и там написано, что на 79% больше охвата у постов, которых используются геотеги. Мало кто использует геотеги. При этом геотеги, они могут быть не сильно связаны с конкретным местом пребывания. Потому что наверняка, условно, вот я сейчас отдыхаю на розе хутор, и я поставила геотег, собственно, той же розе хутор, потому что здесь тоже могут быть те, кому будет интересно почитать, кому будет интересно в дальнейшем прийти поучиться. Так же и вы. Если вы знаете, где непосредственно сидит ваша целевая аудитория, а перед этим надо разобраться, кто же она, вы ставите геотеги. Хэштеги, геотеги, тортики, все. Я, допустим, все ищу. С момента, как я ушла в декрет, я все искала в Инстаграме. Я все свои кормящие платья покупала в Инстаграме. Я заказывала вот эти все бортики, то есть вот этот вот куча продукции, которые производят Инстаграм площадки, не брендовые, а обычные, вот то, что тогда у меня там было, выплата 20 тысяч рублей в месяц от компании, от государства, да. И, соответственно, на что я могла гульнуть на эти 20 тысяч, я вот в Инстаграме все себе покупала. Для себя, для ребенка. Потому что из дома не выходила, особо никуда не ездила, все время сидела и покупала все в Инстаграме. Каждый из вас, я думаю, тоже в Инстаграме что-то покупал. И, соответственно, в Инстаграме завтра выложу пост на тему, опять-таки, такую же болючую, как этот злосчастный миллион или счастливый миллион, о том, а где же еще брать клиентов, если не в Инстаграме. Знаете, уже просто настолько задрал вопрос, что тоже я сегодня села и начала писать пост на эту тему. Поэтому порылась в статистике, достала вам цифры, чтобы вы поняли, что это маразм, задавайте этот вопрос. Посмотрю ваши комменты. Мой монолог на этом я могу как бы закончить. Безостановочный. Что-нибудь. Оля, вы ощущаете спад в сфере скетча обучения? Нет, я не ощущаю спад. Я ощущаю небольшой зас... Ну, даже не то, что застой. Ну, условно говоря, для нормально расцвивающегося бизнеса нужно, чтобы шло по... Вот вверх. Сейчас идет впрямо. По статистике идет вниз. То есть я, допустим, ходила на конференцию по онлайн-обучению в Москве, там, несколько месяцев назад. По статистике, особенно в сфере рисования, ну, как бы обучение катится вниз. У меня оно вниз не катится, но у меня, как бы, так, знаете, под небольшим уголком вверх все-таки расположено. Это связано с тем, что появляется очень большое количество онлайн-школ. Вот из-за этого, как бы, в целом по общей температуре по больнице статистика идет вниз. У меня статистика вниз, тьфу-тьфу-тьфу, не идет и не пойдет, потому что я буду делать то, чтобы она шла дальше вверх. Если сидеть, как бы, и ничего не делать, она будет катиться вниз. Чем я отличаюсь от большего и, даже, я бы сказала, доминирующего количества онлайн-школ по обучению рисовать, то, что я обучаю рисовать одна. У меня нет тут за спиной мастеров по различным направлениям, которые один обучает рисовать фантики, другой обучает рисовать ботиночки, третий обучает рисовать текстурки, четвертый обучает рисовать это. Как бы, изначально мне, безусловно, нравилась вся эта структура школы Калачаевой, и она, как бы, в топчике идет у Геткурса, потому что Геткурс сам ее продюсирует. Там гигантские обороты каждый месяц вкладываются в продвижение, то есть, там, как бы, в оборот продвижения миллионный. У меня, как бы, такого нет, я там трачу несколько сотен в месяц на таргет, но, как бы, это не такие гигантские. Соответственно, у них и приход идет, прирост больше. Первым ответом, почему, как бы, у меня не идет рост, это то, что я мало вкладываю в рекламу, а в рекламу я вкладываю просто смех и слезы, а можно вкладывать гораздо больше, соответственно, тогда и прирост аудитории будет больше, а дальше уже из этой аудитории мы ее будем конвертировать в клиент. Так как у меня слишком долгий, ну, не у меня, это, в принципе, тоже такая статистика, как бы, жизнь гусеницы до тех пор, пока она превратится в бабочку, да, то есть, человек, который на меня подписался, купил курс по статистике примерно от трех до шести месяцев, кто-то считает год. Соответственно, естественно, человеку нужно, да, для того, чтобы проникнуться к автору, разобрать, что он, чем он учит, что от этого человек может получить. Очень маленький процент, который пришел, увидел, купил и все. То есть, многие, конечно же, сомневаются. То есть, именно вопрос в сомнениях, то, что, а точно ли это хороший, а точно ли он качественный, а я почитаю отзывы. Я не такой человек, то есть, я импульсивная, если я пришла, мне кто-то посоветовал, я пришла, купила, ничего это не читала. К тому же, у многих, у кого действительно крутые курсы, очень сомнительные блоги, очень сомнительные инстаграм-страницы. Я бы не хотела такое читать год, прежде чем, допустим, купить у человека обучение. Вот, но, как бы, у меня вот статистика такая. Я могу опять провести этот опросник в сторис, и опять будет очень большое количество времени, которое люди на это тратят. То есть, вот, как бы, из гусеницы в бабочку, когда ты вот этот период прошел, когда ты стал бабочкой, ты, наконец, решился. Но вы должны понимать, что сейчас ритм жизни, он не такой, как там 100 лет назад, не такой, как 10 лет назад, что сейчас мы стараемся успевать гораздо больше, что раньше люди и так быстро не говорили, а говорили медленно. Как женщины развлекаются? Я очень люблю фильм «Гордость и предубеждение». А давайте мы с вами пройдемся по комнате и почитаем прозу. То есть, люди, как бы, развлекались более спокойным всем, и развлечения были спокойные, и времяпровождение было спокойное. Сейчас такое турбированное, поэтому, на мой взгляд, тратить там год на то, чтобы что-то почитать, чтобы потом принять решение, надо тебе это или нет, а потом еще год потратить на обучение. Но это как-то, мне кажется, сейчас такое количество времени я бы не хотела на это тратить. Хочется как бы быстро-быстро-быстро поглощать информацию, ненужное выплевывать как-то у кости, да, от курицы, и хватать дальше. Потому что наш временной промежуток, когда мы можем вот так вот активно работать, он все-таки как бы тоже ограничен чем-то. И пока есть возможность, да, условно, вы сидите в декрете, вам нечего делать, ну, плюс-минус, да, то есть ясное дело, что в декрете есть что делать, но у вас есть сейчас время, через два года может его не быть. Поэтому берите сейчас и поглощайте эту информацию. Не оттягивайте, не откладывайте, потом это будет уже все неактуально, да, то есть потом это все перерастет в другое. Этого продукта уже не будет, так же, как кто-то сейчас стучится о том, что, ой, а можно фэшн-маркерами. Все, фэшн-маркерами ушел в небытие полтора года назад. Его не будет, да, идите уже к кому-то другому. Хотите ко мне, ну, значит, на айпаде. Потому что, ну, не будет, фэшн-маркерами. То есть поезд ушел. Когда это было в топчике, это было. Сейчас, как бы, когда это уже для меня не в топчике, и статистика уже показывает, что это не топчик, зачем оно нужно? Поэтому старайтесь всегда быть в тренде. Итак, это я ответила на вопрос. Ощущайте спад в сфере скетча. А в сфере именно визуализации никакого спада нет. Спрос хороший. И примерно 20 запросов в день приходят на то, что рисуете ли вы скетч на заказ. Вы должны понимать, что несмотря на то, что цифра аккаунта у меня достаточно большая, охваты все равно небольшие. Но люди приходят по каким-нибудь хэштегам. Потому что, ну, как бы, слово «школа скетчинга» в поиске мало кто ищет. Это нужно понимать, да? Поэтому если люди ищут скетч на заказ, то они меня вообще не найдут, потому что у меня даже хэштег такого, мне кажется, нет. Но так или иначе находят. А те, кто выкладывают посты и ставят хэштеги, вы должны понимать, что чтобы находиться в топе на скетч на заказ, нужно каждый день выкладывать хотя бы по одному посту и ставить этот хэштег. Потому что если человеку нужен скетч на заказ, он пойдет искать этому хэштегу. Есть у вас там работа? Выкладываете вы их? Или вы последний свой выложили месяц назад? Вас никогда не найдут. Это так же, как раньше, там, на сайтах знакомства. Ты вроде себя поднял, а через секунду ты уже на тысячном месте. А через полдня ты уже на десятитысячном. Об этом стоит всегда помнить и, как говорится, держать руку на пульсе, иначе вас не найдут. Естественно, так же, как я рассказывала, там, торт лего ребенку на день рождения. Ну, просмотрела я последние 100 постов. Ну, дальше-то я не полезла. Может, там был бомбический торт, где-то полторы тысячи постов по хэштегу назад. Но я на тут не долистала, потому что нашла раньше. Так что чем больше вы будете постить и ставить этот хэштег, тем больше вероятности, что вас найдут. Это вопрос про то, где брать клиентов, почему они не приходят и что мне для этого сделать. То есть такое краткое, в общем-то, резюме. Оля, пожалуйста, дай контакты девочке из Америки, с которой был последний совместный эфир. Сейчас попробуем. Так. Полина.Метейко. Полина.Метейко. Отражается у меня река. Вот так выглядит ее аккаунт. Полина.Метейко. Интериор рендеринг скетчинг у нее написано в шапке профиля. Этот американский эфир будет также в курсе бизнес доступен, когда будет интернет адекватный тому, чтобы загрузить его на геткурс. Так что все будет через, ну, надеюсь, там выходные в понедельник эфирчики по источке А, пункт Б и с эфир с Полиной будет загружен на геткурс, в курс бизнес. Так. Как называется приложение, в котором вы учитесь? Приложение, в котором я рисую, называется Procreate. Ребята, на такие вопросы можете отвечать. Помогайте мне, пожалуйста, в комментариях. Я много чего пропускаю. Ольга, скажите, пожалуйста, модельеру своего авторского ателье айпад станет помощником, безусловно. Безусловно. Вы знаете, я делаю миллион скриншотов, каких-то отзывов и, допустим, безусловно, для ателье и для красивого инстаграм-аккаунта, а так как инстаграм-аккаунт это у нас как наш офис, в который люди приходят, как шоурум, разбавить. Мало аккаунтов реально, которые с ателье, с одеждой разбавлены скетчем. Таких почти вообще нет, я не понимаю, почему. Можно им предлагать сотрудничество. Начните с малого, начните с каких-нибудь небольших. Дальше вы сможете уже показывать это как портфолио и предлагать себя каким-то чуть более крупным брендом. Так же, как с миллионом. Идите постепенно. Не пишите сразу Диору. Начинайте с каких-нибудь гавномагазинов инстаграмовских. Предлагайте им подешевле. Сделали, хоп, у вас проект в портфолио. Дальше следующее, подороже, там тысяча рублей за эскиз, там столько. Предложите, покажите. Вы что можете сделать? Как предложение? Вы можете взять аккаунт какого-нибудь среднего магазина. Ну, там возьмите какой-нибудь 80 тысяч подписчиков. Если пень набранный через каких-то GIFWA или рекламу какой-нибудь Ольги Бузовой. Берете. Берете, где не совсем сраные фотки, где нормальные фотки платьев. Ну, платье, 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 платье. Берете, делаете скриншот, делаете несколько туда каких-то фэшн иллюстраций. Вообще, можно не связанных, ну, не их платьев, но нарисовать платье на iPad. Займет у вас там не так много времени. Вам портфолио снова останется. Влепякиваете человеку в его же ленту, как это выглядит. Отправляете в виде коммерческого предложения. А вы не хотите вот так вот разбавить свою ленту. Писать вот под этими-то постами какие-то продавашки или экспертные посты, которые все равно так или иначе все пишут. Какие-то информационные, развлекательные. То есть, предлагайте. Напоролись на неплохой магазин, но со скучной лентой. Предложите. Но предложите не просто, а предложите уже наглядно. Как бы вы могли сделать. Как бы это могло быть. Тогда человек сразу к вам больше будет расположенности, доверия. Того, что вы уже потратили на него время. Он как минимум хотя бы вам скажет спасибо. Я подумаю там. А если вы просто отправите предложение, то ну как бы прочитали, не прочитали, забанили, заблокировали, удалили. Делайте чуть больше. Сначала вы должны миру давать. Прежде чем от него брать. Поэтому вот это ваше давание, даже если вы дадите это Маше, у вас это там будет засчитано, и потом Света к вам обратится на то, чтобы вам вернуть ваше давание в виде финансов. Не обязательно, что эта же Маша должна у вас заказать. Нет. Но вы должны начать отдавать. То, что вы умеете. Как умеете, так и отдавайте. И как это будет возвращаться, у вас каждый раз будет удивление. И вы потом будете соединять вот это. Я там дала, тут получим. Есть чувство насыщенности этого рынка. Чувство, знаете, тут как бы не сильно помогает. У меня нет чувства насыщенности. Я могу сидеть и рассуждать, что онлайн-школа по обучению рисованию, жопой жуй. Окей, и что? Пойду поплачу в подушку и пойду в пятерочку на кассу сяду теперь. Или буду лучшей онлайн-школой? Ну, вариантов несколько. Выбирайте свой. Насыщенно-насыщенно. Идите в другое направление. Если вы так считаете. Я так не считаю. Скажите, пожалуйста, будет ли мастер-класс в СПБ? Честно говоря, я хотела бы доехать до СПБ где-то в марте-апреле месяце. Я еще спешусь с растором, потому что мы с ними обсуждали, что они меня позовут на этот мастер-класс. Потому что мне нужна площадка. И мы попробуем. Может быть, в марте-апреле. Я просто, в принципе, хотела доехать до Питера. И совместить это с мастер-классом мне было бы очень даже комфортно. Вы купили пакету Ниловой Манникэмп? Нет, я не купила Манникэмп, потому что у меня отношения с деньгами все нормально. Этот, скажем, раунд я пропущу. Сейчас и так тяжелый график. Из отпуска в отпуск. Как обычно, я себя сама загоняю и снимаю курс. Поэтому нет сейчас возможности слушать. Хотя я обожаю ее слушать просто фоном. Я проходила Sales Camp и Insta Camp последние разы. Ну, Манникэмп, то, что она рассказывает, что она будет рассказывать, я это как бы знаю. Как не бояться денег, как построить с ними правильные отношения и где взять миллион баксов, как бы я знаю. Поэтому я этот Манникэмп пропущу. В чем плюс? В том, что там есть практические задания, которые нужно выполнять. И для того, чтобы вы не просто сидели, рассуждали, что вы знаете, как это сделать, а делали, лучше пойти. Поэтому мой совет к Ниловой. Всегда надо идти. Даже если вы уже это проходили, даже если вы это уже знаете, оно все равно всегда есть новое, все равно откладывается в голове новое. Плюс мы чуть-чуть меняемся, воспринимаем информацию по-разному. Но каждый ее курс, безусловно, дает толчок, дает осознание, дает понятие того, что нужно делать. Это всегда полезно. Так, скетчу, мне кажется, нужно еще что-то новенького. Я вас обожаю. Спасибо. Оля, доброго дня. Сохраните эфир. Конечно, сохраню. Рада вас видеть. Спасибо большое. А мы рисовать будем? Нет, не будем. А зачем рисовать? Мы уже по миллион проговорим. Рисовать. И так все уже научились. Эфир вылетает периодически. Сохраните, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Привет. Ждем эфир в курсе бизнес. Гамна магазины. Привет, 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 привет. Привет, привет, привет. Вот. А будет курс, как снимать курс. Курс, как снимать курс. Есть в курсе бизнеса. Ребят, вы много теряете. Вы задаете вопросы, которые уже давно решены. В 2018 году вышел курс бизнес, в котором есть, как снимать уроки, на что снимать, в какую программу монтировать, что делать. Как бы вы отстаете от бытия. Так что это все есть. Там есть, как таргет настраивать. Как бы ничего не поменялось. Я на таргет на данный момент потратила 5 миллионов рублей. На тот момент, когда снимала курс, там был миллион пятьсот. И, соответственно, ничего не поменялось. Все показываю, все рассказываю. Курс бизнес, the best, по активной тыкалке, в топлинке, сверху пока еще висит. Пока я его не закрыла, так как буду думать над новым. Но уже говорили, а когда новый. Ребята, ничего сильно не меняется. Ничего. Как показала статистика поста про то, что нужно в шапке профиля правильно писать имя, ставить хэштеги, геотеги, фоткать красиво, не темно и так далее. Пост, написанный в 2017 году, который я выложила в 2020, оказался безумно полезен тем, кто просто не в курсе был. Поэтому курс бизнес 2018 для вас как раз будет той самой начальной стадией, когда вы сможете причесать свой аккаунт и начать их ввести. Кто хочет снимать видео, снимать видео, потому что все нужно начинать не с монетизации ваших тех же самых видео. И начинала я просто с пустых видео в YouTube, где я снимала, как рисовала, заказы. Я убыстряла, накладывала музыку и выкладывала. И дальше люди начали сами все подсказывать. То есть не было никакой там великой цели заработать в миллионных эскизах. Мне в голову это не приходило. В моей больной голове на тот момент с ограниченным мышлением не укладывалось, что это возможно. Поэтому меня укладывалось, что это еще более-менее можно заработать на дизайне интерьера. Так что вот эти ограничивающие убеждения, с которыми как раз Нила и будет работать в курсе MoneyCamp, это первое, что в себе нужно рушить. Допускать, 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 допускать. А допускать вы сможете, когда вы начнете движение. 30, 50, 100. Когда у вас будет 100, вы допустите 200. Будет 200, допустите 500. Будет 500, допустите миллион. А будет миллион, допустите миллион долларов. Когда он уже, вы примерно понимаете, что это то же самое, что сейчас, только в 5 раз больше, он становится уже настолько близким и понятным, что иди, возьми, дотянись, на-на-на, вот он, вот он, вот он, схвати меня за пальцем. Я сейчас на розе хутор. Тропические эфиры у нас есть в курсе бизнес. Все мои тропические эфиры в этом году тоже будут. Тропические эфиры, но, возможно, в записи, возможно, это будет новый курс бизнес. Пока не знаю. Слушайте, прям не хочу загадывать, потому что столько планов, столько всего хочется сделать. Побыстрее, 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 побыстрее. Но вы знаете, что я за качество, за крутые видео, за то, чтобы не повторяться. Поэтому я сейчас работаю над качеством продукта, над новым продуктом. Про бизнес думаю. Сейчас привернусь в Москву на следующей неделе. Обдумаем план на ближайшие два месяца и скажу, когда что, чего и что будет в Таиланде. Безусловно, обязательно там будет что-то интересное. Ну что, все, наверное. На этом мы закончим. Будет ли продвинутый курс по фэшн? Продвинутый курс по фэшн – это курс карты желаний и курс Париж. Куда уж более продвинутые, я не знаю, но более сложные из них, безусловно, Париж. Посмотрите картинки. По-моему, там просто восторженный восторг. Насколько можно придумать превосходящую степень. Я обожаю. У меня самой на заставке телефона стоит эскиз у курса Париж. Я бы даже не выкладывала, по-моему, этот эскиз, но меня там каждый эскиз просто, вы знаете, греет. Ну, моя любовь к Парижу в этом курсе прям вся вот. И он сложный, конечно, так что он круто продвинутый для фэшн именно он. И карта желаний там тоже. Смотрите, все картинки на сайте есть. Все это можете увидеть. Купила, начнут с опозданием ремонта, Новый год отвлекли. Так. Как вы думаете, ограниченные убеждения больше к мужчинам или к женщинам или нет разницы? У всех одинаково. И с ними нужно бороться постепенно. То есть, как бы, если у меня их нет, у моего окружения не есть, нужно начинать с самого низа по чуть-чуть, как бы, вталкивать. По чуть-чуть. Вот как тоже Нила в своем видео последнем говорила. Ну, что вот сейчас вы потратите 10 тысяч на курс. Это что, ваши последние 10 тысяч, больше денег у вас не будет? Ну, как бы, не стоит так к этому относиться, да? Потому что так все равно это все восполняется, все возвращается. Ваши вложения в обучение, они всегда возвращаются. Сколько бы я... Я могу не проходить курс за 60 тысяч, который купила, но я все равно... У меня все равно это вернулось чем-то другим. То есть, я туда вложила, получила информацию где-то из другого места. Все равно это все на пользу. Даже те три видео, которые я оттуда посмотрела, все равно пошли мне на пользу и изменили мое мышление. Поэтому никогда не думайте о том, что эти там 10 тысяч, которые вы потратили на курс, это последнее. Это прямо вот все, вам теперь жрать будет нечего. Вот мне очень понравился этот пример. И начинайте с окружения, которое имеет такое же ограниченное мышление, постепенно туда внедрять вот такие какие-то смешные примеры. Вот я почему вам примеры пишу про детей, которые не ползают, про Плющенко, который, допустим, пришел к тренеру, не умея стоять на коньках и хочет пятерной аксель. Потому что это хорошо, как бы люди на примерах лучше понимают, что невозможно сразу прыгнуть в космос. Нужно начинать постепенно подняться, вообще встать и пойти поползти. Вспоминайте детей, у многих из вас есть дети. Как им тяжело переворачиваться, как им тяжело подняться, как им тяжело сделать шаг. Это то же самое и в любом направлении, в любом сфере, в рисовании, в бизнесе, в предпринимательстве. Мы каждый раз за свою жизнь, миллион раз проходим эти же этапы этого малыша. И у многих с рождения ребенка начинает лучше жизнь двигаться в плане бизнеса, каких-то других направлений, потому что вы начинаете видеть, как с нуля ребенок, как он старается всего этого добиться. И вы понимаете, что, а что я не могу-то так же еще раз родить ребенка в виде, условно, там, инстаграм-страницы и начинать ее поднимать с колен. То же самое. Поэтому у многих именно с рождением детей и торкает. Как-то это все вот все-таки связано. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Оля, вы мотиватор, очень круто говорите. Спасибо. На этом тогда мы и закончим. Я еще поснимаю видео. Сегодня у нас выпал снег. Туманчик, туманчик. Все равно покажу сейчас. Так ты у нас там за окном. Вот такая красота. Сегодня чуть-чуть солнце не выбилось, но зато выпал снег, и это очень круто для тех, кто катает. Очень ждали снег. А я сижу, сижу с айпадиком, снимаю видосик. Отвлеклась на эфирчик, чтобы вас немножко развлечь, на других посмотреть, себя показать. Так, Оля, так нравится вас слушать. Я так не торгуюсь от ваших сообщений. Все всегда по теме и в тему. Спасибо. Оля, что лучше, БОАйпад? Про или новый? Один фиг. Почему я не люблю БОАйпад ПРО? БОАйпад, в принципе, БО что-либо. Почему я меняю айфоны раз в год? По причине того, что очень дохнет батарейка. Соответственно, просто новый айфон, новый айпад держит батарейку гораздо дольше. В этом плюс. У прошки батарейка лучше. Поэтому прошку, если БО, то только мало БО. Допустим, когда я свою предыдущую прошку продавала, носила ее в ремонт, она не заряжалась. Они сказали, что это сбой программного обеспечения. Прокачали и сказали, что у нее емкость 96%. Вы также можете пойти и узнать просто в сервисном центре, какая емкость у этого айпада. Попросите у человека, у которого вы хотите это купить, чтобы он это сделал. Емкость аккумулятора, это вот что важно. Потому что если у вас, я когда рисовала на том айпаде, это был чисто глюк. Я его продала, а девочка никаких вопросов не имеет. То есть глюк программный. Когда рисовала, разряжался быстрее, даже воткнутый в розетку, чем заряжался. То есть это вот минус. Поэтому никакой по сути разницы. В ПРО разница в том, что можно поставить больше разрешения, получите больше слоев. Все. Как бы плюс-минус. Но нужно понимать, что любой айпад, который вы покупаете, это вам не навеки вечно. Это начнете работать, заработаете, купите следующий. Но насколько я смотрю, сейчас все-таки все стараются, художники, кто на этом зарабатывает, сидеть на прошках. Потому что важно количество слоев, потому что важно разрешение, которое дает более мощный процессор, соответственно, более мощного компьютера. Так, Оленька, я рисую интерьер, кайфую, но у меня просят фэшн. Стоит ли учиться на фэшн? Почему я стала рисовать ландшафт? Почему я стала рисовать ивент? Почему я стала рисовать фэшн? Потому что спрос рождал предложение. Люди начали спрашивать, а рисуешь ли ты ландшафт, а рисуешь ли ты ивент, а расписываешь ли ты лепнину, а расписываешь ли ты стены, а расписываешь ли ты витрины к Новому году. То есть это все рождалось от людей, которые пришли извне и спросили, а делаешь ты это или не делаешь. И я это стала делать. От этого родились и... То есть у меня были только интерьеры, человек приходил ко мне и заказывал ивент. Ему не нужно было, даже чтобы у меня в портфолио это было. У меня дизайнер заказывал интерьерный скетч и говорил, а у меня сейчас дом, ты можешь нарисовать ландшафт. Я говорю, ну я попробую. То есть все начиналось с этого. Так что когда вам что-то предлагается, нужно это брать, нужно пробовать. Иначе это будет как раз закрытый поток, когда вы отчет и отказались. А возможно ваше будущее именно в фэшне. Возможно именно там лежат ваши миллионы. Поэтому лучше все попробовать, потом поймете, что больше отзывается. Я уже настолько просто 10 лет рисую интерьер, мне сейчас по кайфу фэшн рисовать. У меня он хуже получается. Но мне по кайфу, потому что я 10 лет интерьер рисую, меня под задолбал просто малость. Нужно менять немножечко вот это. Хочется менять. А где брать клиентов по фэшн? Ну давайте я сейчас просто об этом не буду. Лучше отдельную эфирную тему сделаю. Иначе я сейчас еще заболтаюсь. Мне не хватит сил доделать урок, который я сейчас хочу доделать и пойти погулять, подышать. Так, Влада это ученица, которая работает, зарабатывает. Это пример, как мы с Полиной проводили эфир. Также у нас есть на очереди эфир с Владой. Я сегодня в сторис выложу вам опросничек. Те, кому есть что рассказать, кто разрабатывает на скетчах мои ученики, либо не ученики, неважно. Кто хочет провести со мной совместный эфир на эту тему, там будет куда отправить свою заявочку. Я без проблем с удовольствием пообщаюсь и поделимся инсайтами от кого-то еще. Чтобы не только я вещала на эту тему. В настройках можно писать емкость аккумулятора. Напишите где, расскажите. Я лично не знаю, но если можно, это классно. Узнала про вас недавно. Вы классный энергетик огонь. Энергетика на самом деле, спасибо вам, во-первых, большое за ваше сообщение. Во-вторых, энергетика действительно очень важна. И вы тоже должны нести свою энергетику людям. Потому что люди больше покупают у людей. Лучше продает личный бренд. Личный бренд, это когда вы присутствуете там, где вы что-то продаете. Это важно. Так как тот, кто занудное что-то вещает, нужно, чтобы вы совпали вибрациями с скоростью жизни с человеком. То есть, если он все воспринимает, когда ему говорят медленно, занудно, ему, возможно, так будет понятнее. И он найдет в себе педагога, который говорит с такой скоростью. Но, честно вам скажу, с такой скоростью хрен вы миллион заработаете. Потому что нужно эту скорость повышать. Иначе нет. Наблюдаю многих ландшафтников совсем другой стиль скетча, нежели у вас. Вы видели, похоже на замалеванные фотки. Слово замалеванные я бы использовать не стала. Не знаю, о чем вы конкретно говорите. Можете скинуть мне в директ, я посмотрю, что такое замалеванные фотки. Я вижу много, что рисуют поверх фоток. Это неплохо. Это интересно. Главное красиво это подать. Чтобы интегрировать скетч внутрь фотографий. Это хорошо. Но нужно грамотно, красиво это делать. Не любой стиль подойдет на то, чтобы на фотографию сверху нарисовать нарисованное дерево. То есть стиль дерева должен соответствовать. Допустим, у Кати Шульцы очень красиво это все получается. Она у меня брала уроки в свое время. Дальше она развивалась. Как раз она продала свой эскиз за 1000 баксов, про что я тоже иногда упоминаю. Работает она на иностранные компании. И сейчас у нее тоже она обучает ландшафтному скетчу в своем стиле. Как раз за счет того, что поверх фотографий. Но я, учитывая то, что я изначально художник. С базовой академической школы. Я все-таки сторонник того, что нужно начинать изучать тему рисования ландшафта. Не с того, чтобы на фотографии сверху что-то рисовать. Это все великолепно, конечно. А с изучения объема формы и вообще, откуда что растет, откуда берется. Сосновые, сосновые, с фундамента. Потому что вот это все по фотографии сверху нарисовать, это все круто, это все классно. Но это финалочка. Это то, к чему вы должны прийти, пройдя через все это. Иначе как бы невозможно. Невозможно поставить, ну можно поставить дом на сваи. И сразу сделать себе домик на дереве, на чердаке. Но там не будет у вас ничего толком. И вся канализация, и весь свет будет наружу. Если вы хотите, чтобы все было как бы в коробочке, замкнуто, красиво, то нужно начинать закладывать фундамент соснов, со светотенья, с объема формы. И уже в конце, пожалуйста, ради бога, можете с нуля нарисовать, можете по фоточке сверху внедрить. Будет и так, и так красиво. Но фундамент, он должен быть. Тогда на крыше все будет замечательно. Так. Много фото. Собирает фото разных растений, в кучку раскрашивают сверху. Пробовать нужно. Раскрашивают по-разному. Вот как Катя Шульц раскрашивает, вопросиков нет. Красиво. Внедрять, как будто реально все нарисовано. Нужно пробовать. Пусть у всех будет разный стиль. Я так не делала. Но как один из вариантов правды, почему нет. Можно все нарисовать с нуля. Будет клево. Но это будет один стиль. И заказчик, когда придет, он попросит у вас какой-то конкретный. И вы будете, либо вы будете пытаться сделать так, как кто-то. Вы будете уметь рисовать в разных стилях. У вас будет больше клиентская база. Поэтому, если у вас будут работы в разных стилях, то на пользу. Учитесь и так, и так. Так я поняла, что там смесь коллажа и рисунка. Да. Можете добавить подобное в курс хотя бы один урок. Да. Безусловно. Но, как я вам сказала, это будет как финалочка. Так что, на этом тогда мы с вами завершимся. Подведем итог нашего эфира. Чтобы те, кто только присоединился, понял, надо ли смотреть с самого начала. Этот эфир начинался с вопроса про то, как заработать миллион. И плавно, 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 плавно перешел. К чему он перешел? К вопросикам, которые полностью сбили вообще стол. И о чем мы с вами разговаривали. Кому интересно, слушайте. Эфирчик, я думаю, что тоже был полезен. Могу его совершенно спокойно также добавить в курс бизнес. Так что, на этом я с вами прощаюсь. И давайте не терять времени. Давайте будем соблюдать скорость жизни. И не откладывать все на потом. Это вам как резюме. Как важный инсайт. И постарайтесь каждый день делать что-то, после чего вы будете себя хвалить в конце дня. И я пошла это делать. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...